Я за слова отвечу, конкретно отвечу, кто сможет поставить флаг Мэл Срой либо фотографию на Луне? Нет. Не, ну что, на Эверест, получается, скоро там будет какой-то мужик уже там вроде фотографию выложил и сказал, что он уже идет. Нам уже до Луны хочет добраться. Дам миллиард рублей. Сколько? Пожди. Миллиард рублей? Так мало же. Я думал долларов. Десять миллионов. Не, извини, конечно, до Луны добраться намного дороже. Реально. Но это реально мало. Сколько стоит билет до Луны? Топливо, блядь, и прочее. Поэтому, ну, это не выгодно даже, вот, например, да? Я вам даже так скажу. Я вам даже так скажу. Вот эта вот тема с Эверестом. Сейчас, я не помню, я сохранял или нет. Но есть одна очень забавная хрень. Есть одна очень забавная штука. Так, понятно, значит, идем сюда. Есть, короче, очень забавная хрень. Вот. Мужик какой-то в ТикТоке. Соответственно, выложил ТикТок. Что якобы уже кто-то идет на Эверест. Выложил фотографию какого-то мужика с бумажкой, на которой написано Мелстрой. Вот. И типа он в пути. Мы идем. Написал он. Всем привет, бла-бла-бла. Что же здесь такого печального? А печально то, что я с одним своим товарищем, который здесь, мы до того, как вот он скинул фотографию и так далее, пытались кое-что организовать. Мы нашли экспедиторов. Или как он там называется? Кто они там? Не экспедиторы, а как? Как они? Кто, короче, до Эвереста ходит группами? Ходят туда, короче, туда-обратно. Альпинисты, блядь, экспедиторы, короче, и так далее. Так и называется. Ну, их так тоже можно назвать. Вот. Мы начали в интернете шарить, искать людей, которые в ближайшее время отправляются на Эверест. Вот. Такие есть. Они набирают людей, соответственно, в интернете оставляют заявки. Типа вот такую-то дату мы собираемся идти на вершину. Вот. Ищем людей. И мы нашли такую группу. Мы нашли группу, которая раньше всех собирается туда. Там же как бы по сезонам вообще отправляются, да, на Эверест. Вот. И мы написали такой группе, нашли самых ранних. Нет, самые ранние вообще запросили слишком много. Вот. Там есть те, которые, по-моему, в начале апреля собираются отправляться, да. А мы нашли тех, кто, по-моему, в середине апреля. Вот. И они у нас запросили 5000 долларов. Ну, мы им написали, говорим, короче, нам что надо? У нас есть человек. Мы хотим, чтобы вы на вершине Эвереста взяли фотографию Мэлстроя с надписью Мэлстрой и передали ему привет. Записали видео короткое и фотографию. Они такие, подумали, подумали. Такие, окей. 5000 долларов. Мы такие, ладно. Ок. Решили поискать других. Еще посмотреть что-то. Нашли еще одну группу, которая еще раньше отправляется. Но те вообще какие-то оху... Запросили 40 тысяч долларов. Мы так еще... Сколько? Ты ты шо? Сказали, ладно, идите, гуляйте. Но мы с ними торговались, торговались, торговались до 17 тысяч долларов. И все равно... Ну... Херень какая-то. Вот. Но у них типа экспресс какой-то в этот самый подъем. Они быстро поднимаются, быстро спускаются. Вот. Но типа 17 тысяч слишком рискованно. Потому что вот видите, какой-то хуй высрался, который уже идет туда. Представьте, если бы я заплатил 17 косарей, а потом вижу новость, что уже кто-то туда заходит. А те еще даже не начали подниматься. Ну и как бы и все. Мы не успели еще пока деньги перевезти. Но мы очень расстроились, потому что мы уже были готовы. А когда я увидел вот это, я такой, ну... Это фейк. А я пытался найти эту фотографию в интернете. Вот. Не нашел. То есть то, что вы говорите, что это фейк, почему? Ну докажите. Схуй это фейк. Глянь на сигарету, фотошоп ведь. Какая сигарета, блядь? Это не сигарета, чел. Это... Это полоска в тиктоке, блядь. Сигарета. Ты что, тут нет сигареты? Ой, блядь. Так, где туточку. Ну, в смысле фейк? Почему фейк? Если вы мне докажете, что это фейк, окей. Ну, пока что я не вижу причин для того, чтобы думать, что это фейк. Надпись фейк. Не, я в интернете нашел вот это место. Оно реально существует, и там многие люди фоткаются на фоне вот этого. Оно реально есть. Это на пути к Авересту как раз-таки. Там же вот эти вот кемпы, кемпы, да? Где они останавливаются, люди. Вот, и идут дальше. То есть с Авереста на самом деле все очень не так просто. Туда люди месяц идут. Взбираются месяц. Что 110-то, блядь, уконченный? 110-110. Если я докажу, что это фейк, то скинешь мне столько рублей. Ну, если докажешь, да. Но только если у нас получится получить 300 тысяч долларов от Монстроя. Зайди на аккаунт в ТикТоке, челы, и перейди в Инсту. Если она есть, вдруг там будут фотки или видосы. Так нет. Он говорит, что вот эта фотография, это фотография, короче говоря, его друга, немецкий друг какой-то, взбирается туда и так далее. Я хуй не знаю. Короче. У нас не получилось организовать то, что мы хотели. Надпись на листке. Чего надпись на листке? О, друг, да-да. Ну, окей, ребята, если вы считаете, что это фейк, докажите мне это. Докажите. Нафиг ему фейк делать? Я вот это не понимаю. Хорошо, даже если это фейк. А зачем? С какой целью? Заработать? Ну, за что, Монстроя, по-вашему, дебил? Он же не просит деньги за эту фотографию. Потому что это еще не Эверест. Так что я не совсем понимаю, в чем именно фейк. Буква У размазана, чекай. Какая У? Да, блядь. Ты можешь остановиться. Какая У? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Йоу, братик, рост на твоем творчестве. Теперь поднялся и закидываю тебе первый донат. Зацени, снепак. Поэт, спасибо за 10 тысяч рублей. Ща, подожди. Короче, ребята, если вы реально думаете, что это фейк, докажите, пожалуйста, что это фейк. Потому что, ну, мы тоже об этом подумали с моим товарищем. Мы тоже об этом подумали. Вот. И что самое забавное, Мы взяли вот эту фотографию И скинули в чат GPT И спросили Типа, можешь ли ты распознать фотошоп на фотографии? Чат GPT говорит такой, да, я могу Мы ему скинули эту фотку, он говорит На основе предоставленных фотографий Заметно, что человек на втором изображении Сейчас Что человек на втором изображении Который держит табличку Кажется вставленным Основные признаки, на которые стоит обратить внимание Освещение на тени Тени на лице и одежде Человека не совпадает с общим направлением Света в сцене Резкость и качество изображения Человек кажется более резким по сравнению с фоном Что может быть признаком добавления или изменения Перспектива и размеры человека Могут не совпадать с остальной частью сцены Но это говорит чат GPT Вот Короче, я охуенно знаю, ребята Я не знаю Но нет, ну человек тут явно Не вставленный Или вставленный все-таки Посмотрите сюда Как будто реально вырезали Да Да стой на месте Вот особенно если присмотреться Вот тут И особенно вот тут видно Вот, как будто бы Криво вырезали руку Или я уже еб***цы Ну вот, посмотрите сюда Что это, б***ь? Что это с рукой здесь? А тень Там норм Тень есть, да Короче, я х***ю не знаю Ээээ, я не знаю А отражение в очках Есть Я не знаю Ладно Забейте Это все сложно Если это фейк То они, конечно, хорошо постарались Это фейк Его, скорее всего, вкинул такой же чел, как ты С помощью фейка, чтобы отсечь конкурентов Мол, а, уже забираются Не буду участвовать А, да? Думаете, стоит рискнуть и все-таки 5000 долларов Заплатить людям? Можно договориться с Миллстроем, если вторым прийти Будет ли денежная награда и сколько? Че, п***ц? Ну, в смысле, блин, ребят? А вы как хотели? Вся жизнь это один большой риск Надо рисковать, чтобы что-то получить Понятное дело, можно и проебать 5000 Ну, а можно и получить 300 тысяч Он же сказал только один раз Ну, да, поэтому я и говорю Пусть видео покажет, кто, б***ц Я сейчас че, этому челу буду писать, чтобы он видео показал какое-то Ему вообще насрать Так Милл все равно будет платить Типу, кто забрался А тот уже тебе скинуть должен И наеб... Ты же... Не-ээ Почитайте задание Миллстрой не говорит В задании, что он даст денег тому, кто взберется на Эверест Там совершенно по-другому Короче, ну да ладно Ахм... Ахм... Типа... Типа...